Добрый день, я Сдобникова Елена Михайловна, учитель истории и общества знания. Мы рады приветствовать вас в нашей студии. Сегодня на уроке нам нужны будут ручка, тетрадь, атлас. Я вас попрошу открыть карту, великие географические открытия в конце 15-17 веке. Сегодня мы начинаем изучать период, который называется в исторической науке новое время. Тема нашего урока «Мир в начале нового времени. Великие географические открытия». Я не случайно выбрала эту тему, так как ученики 7 класса начинают учебный год именно с изучения новой истории. И конец 15 века – это тот самый период, период перехода к новому историческому этапу развития общества. Эта же тема будет интересна и ученикам 11 класса, так как она обозначена в списке важнейших событий истории зарубежных стран, знания которых проверяется на ЕГЭ. Это обозначено в кодификаторе. Но первое, что нам надо сделать с вами, ребята, это обозначить, что это за период новое время. Посмотрите, пожалуйста, на ленту времени. Вы уже знаете некоторые периоды истории. Это древний мир, средние века, а вот новое время, оно находится между средними веками и новейшим временем. Появился этот термин, это понятие в 15 веке в Италии. Среди гуманистов люди хотели подчеркнуть, что начался совершенно новый этап исторического развития. Я прошу вас записать в тетрадочку следующие даты. Конец 15-го, начало 20-го века, это период нового времени. И здесь мы выделяем два этапа. Первый этап с момента открытия Колумбом Америки до окончания Наполеоновских войн. И второй этап 1815 год и 1914 до начала Первой мировой войны. Почему ученые считают началом нового времени рубеж 15-го, 16-го веков? Что произошло в это время в истории? Почему начали разрушаться феодальные и старые отношения? А что появилось нового в политике, в экономике, в культуре? Вот сегодня, ребята, мы ответим на эти вопросы только частично. А знаете почему? Потому что изучая новую историю, на каждом уроке вы будете говорить о всё новых явлениях, которые изменили и общество, и весь облик человечества. Итак, некоторые новые явления. Первое. Начало меняться мировоззрение людей. Они обратились к достижениям античности, их стали больше интересовать человеческие радости, зарождалось новое видение мира. Человек искал новые источники энергии. И в 16 веке были созданы ветряные мельницы, токарный станок, применяли различные винты, словом, совершенствовались орудия труда и распространялись знания. В это время растут города, государства преодолевают феодальную раздробленность, появляется огнестрельное оружие. Сословная система остаётся прежней, но в это время формируется новый тип человека. Какой он новый человек нового времени? Он самостоятельный, решительный, он жаждет земной славы. Его девиз здесь и сейчас. Это были люди из разных сословий и разного происхождения, но все они желали одного, они хотели разбогатеть. Как это сделать? Надо заниматься торговлей, надо заниматься предпринимательством, надо стремиться делать, совершать действия, не сидеть сложа руки. И примером таких людей могут быть Христофор Колумб, путешественник, географ, открывший Америку. Якоб Фугер, банкир, богатейший человек своего времени. Ну и Мартин Лютер, идеолог реформации. Символами нового времени мы по праву можем назвать индивидуальные часы. Люди стали очень ценить время. Каравеллы, которые бороздили моря и океаны. Важнейшим периодом в 15-17 веке являются великие географические открытия. И вот об этом, ребята, мы поговорим с вами более подробно. Что же так влекло европейцев в дальние страны? А вы знаете, ребята, ответ очень простой. В 1453 году в мировой истории свершилось важнейшее событие, изменившее вообще всю нашу историю. Турки-османы завоевали Константинополь. А именно через этот город шли торговые пути, шли сухопутные караваны из Индии, Китая и в Европу. И когда турки завоевали этот город, пресеклись торговые пути. Появилось много посредников в продаже восточных товаров. Цены выросли в Европе. И вот тогда европейцы решили искать свой путь в Индию, чтобы отказаться обойти всех этих посредников. Другой предпосылкой великих географических открытий был рост городов, развитие международной торговли. И в это самое время в Европе еще и не хватало металла для чеканки монеты. Но еще один важный момент. Не могли моряки выйти в открытое море без технических новшеств. Именно в конце XV века появляются суда, каравеллы, галеоны, которые могли плавать далеко в океан. Европейцы начинают пользоваться компасом. И вот таким еще прибором, который назывался астролябия, с помощью которого ориентировались в океане. Первые страны, которые стояли у истока вот этих исследований, это была Португалия и Испания. Найдите, пожалуйста, ребята, это у себя на карте. Португалия находится на самом крайнем, крайняя точка Западной Европы. Здесь проходили торговые пути и в Средиземноморье, и в Северное море, и Балтийское море. Португальцы просто мечтали завоевать африканские сокровища. А начало эпохи великих географических открытий связано вот с таким человеком, Энрике Мореплавателем. Он был младшим сыном португальского короля. И прозвали его Мореплавателем не потому, что он много плавал, он выходил в море всего один раз, а потому, что он создавал эти экспедиции, он собрал всех известных на то время путешественников, и они исследовали Атлантический океан. Открыли ряд островов, остров Мадейра, Азорские острова, острова Зелёного мыса, и даже доплыли до западной точки Африканского континента Зелёный мыс. А вот следующие даты, ребята, я попрошу вас записать в тетрадочку. Это 1488 год. Португальский мореплаватель Бартоломео Диаш, выйдя из Лиссабона со своими кораблями, обогнул с запада Африку и доплыл до самой южной оконечности этого континента. И названо это было мысом Доброй Надежды. Следующее путешествие было организовано в Аскадагама. В 1497 году, выйдя из Лиссабона, обогнув Африку, дойдя уже до открытого мыса Доброй Надежды, он искал путь в Индию вдоль берегов Африки. И пройдя на северо-восток, в 1498 году приплыл со своими кораблями в индийский порт Калькутта. Очень тяжелое было плавание. Обратно вернулись только два корабля, и погибло более половины команды. Но эта экспедиция показала и доказала, что путь в Индию через Атлантический, Индийский океан на восток есть, он существует. А что же в это время Испания? В Испании правили Фердинанд Арагунский и Изабелла Костивская. Испания бедствовала, и казна была пуста, и Испания остро нуждалась в деньгах. В это время появился некто, картограф геноевский, Христофор Колумб, и он предложил искать путь через Запад. Он говорил, что раз земля круглая, мы в Индию можем попасть, и направив корабли в западную сторону, а не в восточную, как португальцы. Был заключен договор между ними, и Христофор Колумб совершил четыре экспедиции. Одна из них, самая главная, и мы с вами должны помнить, дата 1492 год, открытие Америки Колумбом. В результате его экспедиции, которые вы видите на карте, были открыты Центральная Америка и Северное побережье Южной Америки. Эти земли начали называть Западной Индией. Но монархи были не очень довольны результатами этой экспедиции. Они считали, что денег и золото поступает мало. К сожалению, Христофор Колумб умер в безвестности, больной, и до конца своих дней он считал, что он открыл новый путь в Индию. А как же тогда узнали о новых землях? А появился другой мореплаватель Америка Леспуччи. Он снарядил экспедицию, отправился к берегам Бразилии, исследовал эти территории, написал книгу и рассказал о новом свете. И с 1507 года эту территорию, эти материки называют Америкой по латинскому имени Веспуччи. Поиски западного пути в Индию привели к открытию новых земель. Ещё один мореплаватель Фернан Магеллан, он хотел найти свой путь к пряным островам. И в 1519 году он снарядил экспедицию, в ней было 5 каравелл и 265 моряков. Они отправились на юго-запад, прошли, извините, ребята, прошли вдоль побережья Южной Америки, прошли между малыми островами, и вот здесь этот пролив потом стал называться Магелланов проливом, вышли в открытый океан. Пока они плыли по этому океану, не было ни одного шторма, поэтому они его назвали Тихим океаном. Когда они прибыли на филиппинские острова, чтобы взять провиант, набрать воды, здесь произошла стычка с местными жителями, и Магеллан погиб. Реки, конечно, вернулись в Испанию, но эта экспедиция была очень тяжёлая. Вернулся всего один корабль, Виктория, и 18 истощённых моряков. Ну что ж, но эта экспедиция показала, что Земля круглая и вращается вокруг своей оси. Итак, каковы же итоги великих географических открытий? Меняется картина мира в сознании европейцев. Зарождаются научные знания, доказано, что Земля имеет форму шара. Произошло перемещение торговых путей, упало значение Средиземного моря и великих торговых республик Генуа и Венеция, а также Гонзейского союза на Балтике. Географические открытия положили начало колониальному разделу мира и господству европейских стран в Азии, Африке, которая держалась на силе оружия. Приток огромного количества золота и серебра в Европу привёл к росту цен. И это привело к так называемому явлению в истории, которое называется революция цен. А революция цен уже привела к тому, что в Европе началось очень сильное расслоение. Одни богатели, а другие разорялись. Но в это же самое время развивается мировая торговля и начинает складываться мировой рынок. Открытие новых территорий принесло также много нового в быт европейцев. Изменились привычки. И иногда мы с вами даже не замечаем сейчас в нашей жизни, что у нас есть картофель, томаты, фасоль, кукуруза, а это всё было привезено в Европу именно из Америки. Итак, ребята, скажите, пожалуйста, почему же период истории на рубеже 15-16 веков стали называть новым? Вы сегодня слушали внимательно меня на уроке? Конечно, новый. Почему? Потому что такие знания появились. Земля круглая. Потому что корабли бороздили моря. Изменился человек. Он стал самостоятельным. Человек стал... Он преодолел страх. Человек стал совершенно иным. Но я хочу вам сказать, это было только начало. А что же было ещё нового в жизни европейцев? Как вы думаете? А вот это, мои дорогие, уже будут темы наших будущих уроков. Спасибо большое за внимание. До новых встреч! До новых встреч!